Девушки отдыхают Клиническую смерть ежегодно переживают тысячи людей во всем мире. Еще недавно большинство из них нельзя было спасти. Сейчас реанимация умерших стала привычной процедурой. И возвращенные из иного мира люди утверждают, что за пределами тела жизнь продолжается. Они видели необыкновенной красоты и нежности свет, испытывали ни с чем не сравнимые покой и счастье. В мире появилось множество публикаций о том, что после смерти нас ожидает рай. Но зафиксировано немало случаев, когда люди попадают совсем в другой мир. Мир, в котором царит тьма, огонь, ужас и отчаяние. Вернувшиеся оттуда бывают потрясены тем, что увидели. Потому что они никак не ожидали, что существует нечто, что называется адом. В начале 50-х годов прошлого века известный немецкий актер Курт Юргенс описал в своей автобиографической книге случай, который произошел с ним во время тяжелой хирургической операции, когда он пережил состояние клинической смерти. Потолок операционной превратился в раскаленно-красный. Разразился огненный дождь. Я увидел мерзкие, гримасничающие рожи, глядевшие на меня отовсюду. Несомненно, я был в самом аду. Ад. Согласно религиозным верованиям, часть того света – место посмертных мучений грешников. Все религии утверждают, что человек – это больше, чем физическое тело. У каждого из нас есть душа, которая в момент смерти покидает тело и продолжает существование в ином мире, где человека, прожившего на земле добрую судьбу, ожидает блаженства рая, а того, кто творил зло – страдания ада. И смерть – это переход души или в светлые райские, или в мрачные преисподние места. Ваше истинное Отечество не в этом мире, а в Царстве Небесном. Там кроткие сердцем вознесены будут, а гордые будут унижены. Для современного человека выражение «ушел в мир иной» – просто метафора. Жизнь для нас – отрезок времени между рождением и смертью, после которой конец существования, небытие. А значит, ад и рай – просто выдумки церковников, не имеющие к нам никакого отношения. Но для наших предков потусторонний мир был реальностью. К переходу в него готовились всю жизнь. Строились храмы и усыпальницы. Сложные ритуалы и специальные обряды сопровождали мертвых в их царство. Разные народы и разные культуры, которые существовали в разные эпохи, имеют одни и те же представления о ценностях человеческой жизни, о жизни после смерти. Во всех, без исключения, мистических традициях и религиозных традициях, на более поверхностном уровне, есть представление о том, что существует жизнь после смерти, что существует ответственность за наши дела после смерти. Даже беглое сравнение посмертного суда и воздаяния в разных верованиях и религиях поражает глубоким сходством. В Древнем Египте верили, что душу умершего судят в Зале Истины, где бог Анубис взвешивал на весах все его поступки. После этого души праведников блаженствовали, а души грешников пожирало злое чудовище. У древних греков после вынесения приговора душа отправлялась или в счастливые Елисейские поля, или в мрачное подземное царство бога Аида, Тартар. Что же такое ад? Это не человеческий мир, это бесчеловечный мир. И поэтому любые человеческие попытки его реконструкции, они окажутся крайне убоги. У всех народов представления об аде очень похожи. Закон возмездия суров, но справедлив. По степени греха и наказания. Поэтому в водах всех религий есть своего рода этажи. Причем чем ниже этаж, тем мучительнее страдание. Если мы исходим из Индо-Тибета китайского, Грегора, японского и так далее, значит, там господствующая точка зрения, что после смерти человек может переродиться в одном из шести миров. Значит, вот то, что соответствует райскому миру, это мир богов. То, что соответствует адскому миру, это адский мир, он и так и называется. В огромных пылающих ямах адского мира индусов горят самые отъявленные грешники. Демоны раздирают их на части раскаленными щипцами, варят в масле, сбрасывают на остроконечные деревья. Ад буддистов – место наказания для людей, живших в злобе и ненависти. Не исключение и ад иудеев – шоу. Он состоит из семи слоев, и в каждом последующем огонь жарче, чем в предыдущем. Согласно текстам Ветхого Завета, ад – это огненная бездна, где текут реки пламени для очищения душ грешников. Там царит отчаяние, которое не знает границ. Раем называется нормальное состояние обиталища душ, но так же, как, наверное, в материалистическом мире – это воздушное пространство. Воздушное пространство – это не награда, не наказание, это моя среда обитания. А ад – это чистилище, это химчистка. Это место или процесс, который проходит душа после того, как пришла из этого мира. Тут она запачкалась. Если она запачкалась, опачкается она грехами. Ее очищают и отправляют обратно в рай. В исламской традиции ад называется джаханом. Сразу после смерти душу умершего ждет трудное испытание. Переход на другой берег мрачного глубокого потока по тонкому и острому, как меч, мосту. Праведники проходят по нему с быстротой молнии и без всяких затруднений. А вот грешники сваливаются в зияющее адское болото. Душа верующего человека, она будет подобна птице на ветке райского дерева. То есть в то же время есть, опять же, высказание о том, что безбожник или очевидный грешник, или просто грешник, искупление греха, опять же, уже начнется после смерти. Даже с трудностью умирания, покидания этой жизни. То есть это будет трудным, болезненным для него. В загробном мере тоже это будет. Некое такое возмездие, опять же, у каждого свое. В православной церкви нет никакого учения об ате. Нет. Можно взять единственный учебник богословия, написанный Святым Атцом Церкви. Это точное изложение православной веры преподобного Иоанна Дамаскина. Вы там найдете главу рай, но вы не найдете там главы ад. Различные фрески, проповеди на эту тему. Но, понимаете, одно дело проповедь даже Святого Отца, это не есть учение Церкви. Святой Отец может решать конкретную пастырскую задачу для того, чтобы как-то выразумить свою паству и так далее. Учение Церкви – это гораздо более серьезная вещь. Так вот, нет никаких канонических текстов общецерковного учительства, в которых бы описывался ад. Как там в аду устроено? Ну, здесь много существует на эту тему и апокрифов, и свидетельств. Ну, это уже как бы детали. Но на самом деле, вот, движение от Бога – это ад, движение к Богу – это рай. У православных всегда были весьма яркие представления о Баде. И грешникам место уготовано, Прилютые муки разналичные, И блудницы пойдут во вечный огонь, А воры пойдут во великий страх, А убийцы отойдут во тяжкий смрад, А пьяницы во смолу горячую, И всякому будет дано по делам его. Но, пожалуй, самые изощренные пытки в аду католиков. Клеветники там подвешиваются за язык, Женщины, убившие ребенка во чреве, Кормят грудью жалящих змей, Блудниц день и ночь лижет огонь, Пьяницы то погружаются в кипящую смолу, То вмерзают в ледяное озеро. Множество вариантов схождения в УАД, Они настолько многообразны, Что даже трудно в обобщенной форме, Или, может быть, как-то детализировать это стоило бы. Один человек просто забыл, что такое любовь к миру, А другой человек, он просто не знает, А что такое безусловная любовь, То есть как безусловное принятие этого мира, Который данным творцом, и мы дети творца. Образы ада в западноевропейском искусстве Это либо горящее озеро серы, полное грешников, Либо бесконечная пропасть подземного пламени. Вообще огонь – неотъемлемая часть ада. Недаром одно из его названий – гиена огненная. Во всех без исключения традициях Те, кто пребывает в Аду, Кто терпит мучения, очищаются огнем. Для праведника свет сияния Божьего – это благодать, А для грешника это же сияние является адским огнем. Поэтому огонь – это важнейшая субстанция, Очищающая душу. В 17 веке английский поэт Джон Мильтон В поэме «Потерянный рай» описывает ад так. Темница страшная. Со всех сторон огонь пылает, как в печи, Но от огня того нет света. Только мрак и темень, В которых лишь уныние и зло, Печаль и боль. У западных христиан, кроме рая и ада, В потустороннем мире есть еще и чистилище. Католическое богословие исходило из того, Что абсолютных грешников, Так же, как и абсолютных праведников, Крайне мало. Большинство людей – нечто среднее между ними. Поэтому прежде чем подняться в рай, Их души должны какое-то время Гореть в очищающем огне чистилище. Считалось так же, что ад находится в нижнем подземном мире. Извержения вулканов были доказательством адского пламени, Бушующего под землей. А кратеры – воротами в ад. В средневековой концепции Совершенно четко определяется это место. И вот в этой связи нам, конечно, Необходимо вспомнить Данте Алигери И его божественную комедию, Где действительно литературный гений Смог сконцентрировать, собственно, Все, что сказала богословская мысль Позднего средневековья, эпохи Возрождения. Действительно, нет картины, равной Данте, Картины столь яркой, столь емкой и глубокой, Которая бы, собственно, представила эту картину. Данте написал божественную комедию В самом начале XIV века. Современники великого итальянца Считали ее откровением свыше. Лучшими иллюстрациями к поэме Считаются гравюры Гюстава Доре, Французского художника XIX века. В 1911 году в Италии появилась Экранизация бессмертного произведения. Данте не просто описывает топографию Потусторонней реальности, Состоящей из рая, ада и чистилища. Он говорит, что сюжет его произведения Состояние душ после смерти. То, что человек своими заслугами Или проступками сам Создает себе награду или страдание. Данте поэт, нормальный христианин, Ну, католик, конечно, Ну, опять же, да, доминиканец, монах. И его божественная комедия, Она же именно полна Совершенно сознательными, Продуманными аллюзиями. Понимаете, это не просто там Визионерский отчет, Это очень такой сознательный текст, В котором множество внутренних Скрытых кабелей, проводов, Намеков, ассоциаций. Данте в сопровождении духа Древнеримского поэта Вергилия Готовится войти в ад, Над входом в который начертаны слова «Оставь надежду, Всяк сюда входящий». Я, прочитав над входом в вышине Такие знаки сумрачного цвета, Сказал, Учитель, Смысл их страшен мне. Он прозорливо отвечал на это «Здесь нужно, чтобы душа была тверда, Здесь страх не должен подавать совета. Я обещал, что мы придем туда, Где ты увидишь, как томятся тени, Свет разума утратив навсегда. А Данте – это средоточие мирового зла. Он образован низшей, Неодухотворенной материи, Поэтому там постоянный сумрак или тьма». Представляет он собой Огромную пропасть в виде воронки, Которая уходит к центру земли. И эта воронка делится На такие откосы, Которые спиралью уходят, Сужаются к центру земли. Их девять. Оттуда тяжкий доносился смрад, Обрывки всех наречий, Ропот дикий, Слова в которых боль и гнев, И страх, плесканье рук, И жалобы, и всклики Сливались в голову без времени века. В первом круге ада Страдают люди, Не творившие при жизни ни добра, ни зла, То есть те, что были ни с дьяволом, Ни с Богом. Сквозь тьму не плачь, До слуха доносился, А только вздох взлетал Со всех сторон. Во втором круге Несут наказание сладострастники. Любивший мерзость Этот жалкий люд Бежал на гимн, Кусаемый слепнями И осами, Раившимися тут. В третьем круге Мучаются чревоугодники. В четвертом Скупцы и расточители. В пятом Гневные. Они друг друга Били и руками, И головой, И грудью, И ногами, Зубами вырывая Куски мяса. В шестом круге Страдают еретики. В седьмом Убийцы, Насильники И садомиты. В восьмом Неблагодарные Обманувшие доверие, А также воры И лицемеры. Дно адской пропасти Ледяное озеро, Логово властителя ада, Где Люцифер Терзает самых страшных Грешников. Кровь между слез С их лиц Стекла ручьями. И мерзостные Скопища червей Ее глотали Тут же Под ногами. Многие скажут, Что это художественный Вымысел сказки. Но не стоит Спешить с выводами. В любой сказке, Как известно, Есть намек На что-то важное. И может быть, Царство небесное И адская бездна Не просто метафоры. И все это Действительно существует. Я думаю, что В целом Религиозные тенденции Исторические Они не просто Связаны С каким-то понятием Сугубо таким Идеалистическим, Как говорят, Принципом. Они материалистичны. Но они материалистично Отражают внутренние Человеческие Интеллектуальные Свойства, Которые не может Понять, Но он их оформляет В виде тех или иных Религиозных дом. Поэтому, Если вы возьмете Евангелие И понимаете Толмуд И Библию И так далее, Вы найдете там Много достоверного. Последние десятилетия Появились попытки Научного изучения Мира, Лежащего за гранью Физической действительности. Открытия в квантовой физике, Физик элементарных частиц И астрофизике Свидетельствуют о том, Что человек и Вселенная Устроены намного сложнее, Чем мы думали. Сегодня все больше Ученых заявляют о том, Что кроме нашей Существует иная, Более совершенная, Нематериальная реальность. Математически доказано, Что за пределами Физического мира Существует еще более Сложно организованный Волновой мир. Академик Фоти Шипунов. Формула Эйнштейна Е равно МЦ квадрат Доказывает, Что все в мироздании Является энергией. Твердые тела, Люди, мысли Все это энергия Разной степени тонкости. Мир иной состоит Из энергии Намного более тонких, Чем физически. Поэтому его принято Называть тонким. Нужно совершенно четко Представлять, Что есть мир вещественный Или грубоматериальный И мир тонкоматериальный. Возможно, Наша физическая действительность И тот свет Это не два отдельных мира. Это единая реальность, Пронизывающая друг друга. Мы постоянно соприкасаемся С так называемым Потусторонним миром, Хотя и не видим его. Почему же тот мир Мы видим только после смерти? Может быть, потому, Что вибрационный уровень частиц, Из которых состоит Материя иного мира, Превышает уровень колебаний Материи земного плана. Поэтому материю Иных пространств Мы не чувствуем. Как не видим лопасти Вентилятора, Вращающегося И с достаточно большой скоростью. Наша солнечная система, Вселенная солнечная, Она вращается, Она наполнена Потоками Эфиротерсионных И других Неизвестных нам полей, Хотя некоторые поля Уже регистрируются. Вполне возможно, Что за пределами Восприятия наших чувств Скрываются миры, О которых мы И не подозреваем. Альберт Эйнштейн Астрофизики доказали, Что в каждой галактике Существует невидимая Темная материя, Состоящая из Неизвестных науке частиц, Из которых на 95% Состоит наша Вселенная. И лишь 5% Вселенной Составляет доступная нам Материя из протонов, Электронов и нейтронов. Это полностью совпадает С представлениями древних О том, что наш материальный мир Ничтожно малая часть Огромной, невидимой Для нас Вселенной. Живем мы не в трехмерном пространстве, В пространстве с гораздо Большим числом размерности. Вот на уровне элементарных частиц Есть понятие Дополнительных измерений Пространства, считают, Что они сворачиваются На макроуровне. То есть, хотя мы живем Реально в гораздо большем Числе измерений, Но вот эти вот Добавочные измерения, Они на макроуровне Не проявляются. На уровне элементарных Частиц проявляются. То есть, уже вот даже В самой физике Понятие многомерной Реальности есть. Может быть, в мирах Из черной материи И находятся адские пространства? Согласно расчетам ученых, Часть гипотетических частиц, Из которых состоит Темная материя, Должны быть тяжелыми И медленными И представлять собой Холодную материю. Другая часть должна быть Горячей, То есть, состоять из Быстрых, слабо Взаимодействующих частиц. Иными словами, Существуют холодная И горячая темная материя. Может быть, это и есть Горячий и холодный ад, О котором говорят все религии? Похоже, ад не просто Выдумки для запугивания Невежественных прихожан. Не секрет, что Особо чувствительные люди Сенситивы, Способные видеть Иные измерения бытия, Описывают обитателей Низших слоев тонкого мира. Таковы, например, Фантастические монстры И уродцы На картинах Иеронима Босха. Святой Иоанн Кронштадтский Говорил, Если бы люди видели, Кто их окружает, Многие бы сошли с ума. Милость Божия, Потому что Господь Нас немножко ослепил. И то, что мы не видим, Кто и рядом живет, Рядом с нами. Жизнь, она не только Может быть белковая. Вот как по определению Опарина. Что жизнь, Это форма существования Белковых тел. Что жизнь, Она может быть В самых разных формах. В мире объективно Существует то, Что нематериально. Академик Борис Раушенбах. Постоянная борьба С врагом рода человеческого, Который находится здесь Рядом с тобой, Это всегда для христианина Являлось крайне важным. И во все И в книгах Нового Завета И в посланиях апостола Павла Мы постоянно об этом С вами читаем. И постоянно Об этом С этим сталкиваемся. Что бес находится рядом. С ним необходимо бороться. Тысячи лет известен феномен Одержание. Когда иноматериальные Сущности, То, что называют бесами Или демонами, Вселяется в человека. Для их изгнания Существуют специальные Ритуалы и молитвы. Это тоже практика, Которая возникает В христианской традиции Практически с самого начала. Если мы почитаем Евангелие, Оно для нас является, Вот для христиан, Оно является высшим Авторитетом, безусловно. Мы там с вами найдем Очень много мест, Где говорится, Что сам Иисус Изгонял бесов. Это же делали и апостолы. Этим даром Изгнания бесов Обладали и вот члены Первых христианских общин. Зная прекрасно Человеческую природу, Ее ленность, Ее косность, Горделивость, Склонность к утехам, Конечно, бесы действуют Просто вот сейчас, Сейчас можно говорить, Что время у нас, Когда они действуют, Беспрепятственно, Потому что люди, Вот настолько уже Сознание и представление Оно стерто, затерто, Что человек не понимает, Что он исполняет, По сути, Волю, волю злую. Известно, что алкоголики В состоянии белой горячки И наркоманы Видят чертей, змей, Жутких пауков И многое такое, Чему ни в одном языке Просто нет слов. Может быть, Это не галлюцинации. И они действительно Видят обитателей Низших слоев Тонкого мира. Под воздействием Большого количества спиртного Или алкоголя Душа В некоторой степени Отделяется от тела. Наступает Феномен, известный В мистицизме Как экстериоризация. Отделение души От тела. И будучи уже Несколько разобщенной От тела, Душа переживает реальность Сама в себе. Если, когда она находилась В теле, Тело является Такой защитной оболочкой От Мира астральных форм. То здесь она уже Находится сама в себе. Она чуть-чуть Обособленна от тела. Она может заглянуть туда. Но куда она Заглядывает? Она заглядывает В ту реальность, Которая вибрирует На уровне Ее собственной энергии. Она заглядывает В тот мир, Которому соответствует сама. О том, что загробный мир Определенным образом Структурирован, Наши предки знали давно. Не может быть Простой случайностью То, что потусторонний мир Всех религий Многослоен. Об этом писали И великий Данте, И шведский ученый, И провидец 18 века Эммануил Сведенборг. Для него ад и рай Это скорее Состояние души. Сам Бог Является Раем Для праведных И адом Для грешных. Рай Это состояние Наиболее Приближенное К Богу. А ад Наиболее Удаленное От него. Эммануил Сведенборг Главная мысль Трактатов Сведенборга Ад Это мы сами. Он утверждал, Что небеса Внутри человека И те, Кто носят Их в себе Идут После смерти Своей На небеса. Все живущие Во зле Идут во тьму, Потому что Любили ложь И ненавидели Истину. Состояние Внутреннее Праведника Это блаженство. Состояние Внутреннее Грешника Это мука. То есть Это внутреннее Состояние. Это результат Внутреннего состояния Человека. Его нравственного Состояния. С которым Он уходит В вечность. Именно Состояние Нашего сознания Является Если угодно Нашей дорожной Картой В тот Или иной План Или измерение Бытия Или в тот Или иной Мир. Это подтверждается И русским писателем Даниилом Андреевым. Как и у Данта У Андреева Земля Это центр Системы Миров Иных Измерений. Вверх От нас Поднимаются Миры Просветления. Вниз Уходят Миры Возмездия Страдалища. Самый Нижний Из которых Логово Дьявола. Даниил Андреев Называет Их Восходящими И Нисходящими Редами. Только По его Мнению Их Не Семь И Не Девять А Гораздо Больше. В Священных Писаниях Буддистов Сказано Что Будда Видел Шестьсот Восходящих И Нисходящих Слоев. В Доме Отца Моего Обителей Много. Говорил Иисус Христос Своим Ученикам. Ад И Рай Существуют Здесь И Сейчас. И Только От Человека Зависит Где Он Находится. В Нашей Традиции Мы Не Говорим О Рае И О Аде Как О Месте. Человек Может Жить В Аду Уже Здесь. А Может Создать У Себя Внутри Рай. Концепция Рая И Ада Связана С Нашим Сознанием. Это Не Больше Чем Игра Ума. Иллюзия. Человек Может Превратить Свою Жизнь В Ад Или Настроить Себя Так, Что Будет Наполнен Своим Внутренним Светом И Отдавать Его Окружающему Миру. Рай Это Блаженство, Радость И Гармония. Свет Золотой Или Белый. Невероятной Красоты Пейзажи. Люди Красивы И Добры Все В Своем Самом Цветущем Возрасте. Ад Это Отчаяние, Ужас И Ненависть. Полное Отсутствие Любви И Надежды. Но Неужели Все Это Лишь Порождение Нашего Нашего Сознания. Тоже Утверждается И В Тибетской Книге Мертвых, Которую В Течение Нескольких Дней Читают Над Умершим, Чтобы Помочь Его Душе В Странствиях По Иному Миру. Там Постоянно Говорится Все Видения Все Образы Это Порождение Вашего Сознания. Это Не Какие-то Дядки Тетки Приходят Извне. Это Порождение Вашего Внутреннего Мира. А Это Та Часть Если Угодно Загробного Мира, Которая Наиболее Близка К плану Физическому И Где Душа Отрабатывает Эту Свою Привязанность К Физическому Плану. Ад И Состояние Сознания И Состояние Вибраций И Пространство Одновременно. Потому Что Люди, Которые Находятся В этом Проявленном Мире, Часто Находясь В этом Мире, Они Испытывают Состояние Ада В своей Душе. Многие Испытывают Состояние Ада В своем Сознании. Некоторые В некоторых Состояниях Попадают В пространство В некое Где они Это все Видят И Наблюдают Зариво. Значит Адские Пространства Существуют На самом Деле. Осенью 1982 Года Жена Советского Офицера Валентина Ивановна Романова Ехала На своей Волге По Симферопольскому Шоссе. И вдруг Страшный Грохот Лобового Удара Встречной Машине. Находясь В состоянии Клинической Смерти Она Видела Разные Области Иного Мира. Вот Что Она Испытала В одной Из Адских Сфер. Я Полетела Вниз. Меня Обдало Огненным Жаром. Там В серой Мгле В каменном Котловане Кипела Раскаленная Лава. В ней Варились Люди. Огромное Количество Людей. Головы На мгновение Выныривали На поверхность Чтобы Глотнуть Воздуха Крикнуть И тут же Скрывались В безжалостном Пепле. Я Спрашиваю Мысленно Кто Они Как Сюда Попали А мне В ответ Извращенцы Прелюбодей Растлители Малолетних Они Получили То Что Заслужили. То Что В одном Веке Считают Мистикой В другом Становится Научным Знанием Теофраст Парацельс В художественной Литературе Нередко Встречается Упоминание О том Что Перед Взором Умирающего Внезапно Проносится Вся Его Жизнь Об Этом Же Феномене Рассказывают Люди Побывавшие В состоянии Клинической Смерти В какой-то Момент Они Как на Экране Видят Все События Своей Жизни Даже Казалось Бы Давно Забытые Просматривают Вот Вы Здесь Это Сделали Это Сделали Это Сделали Напоминают И Это Говорит О том Что Вот Ни единое Даже Помышление Не то Что Слово И дело Оно Не остается Где-то Вот Все это Как бы Аккумулируется Или Находится В каком-то Так сказать Пространстве И И когда Наступает Вот Определенный Момент Что-то Человек В себе Там Несет Но Ему Вот Все То Что Он Помыслил Недостойно Сказал Все ему Предлагает В нашей традиции Есть представление О том Что вся жизнь Человека Записывается На неком Тонком уровне И когда он умирает У него возникает Возможность Быстро и объективно Просмотреть Всю свою жизнь В момент смерти У нас есть Три секунды Для того Чтобы судить себя Перед душой Проходит панорама Прожитой жизни Многие люди Могут сказать Нечто следующее Я увидел Всю свою жизнь А также то Как мои мысли И чувства Оказали воздействие На жизнь других людей Я испытал стыд За многое Из того Что делал И о чем думал Я обнаружил Что даже мои мысли Не остались без последствий Но как возможно Чтобы все события Нашей жизни Сохранялись Где-то И не исключена Возможность Что другое Нечеловеческое Другое Интеллектуальное Пространство В нас Самих Существует Мы Носители Белково-нуклеиновой Жизни Но в нас Существует Другая жизнь Согласно Одной из гипотез После смерти Человек Существует В виде Некоторой Структуры Оснащенной Сознанием Это личное сознание Покойного Которое Находится В специальном Теле Из материи Тех слоев Иного мира Где умершему Определено Находиться Поэтому он Чувствует И ощущает Реалии Того мира И вполне Способен Подвергаться Тамошним Эквивалентам Физических Страданий Мы с вами Строим Технологии Познания Нашего Окружающего Мира Исходя Нашего Уровня Знаний Но Наш уровень Знаний Недостаточен Нам Нужно Познавать И еще Познавать Прежде чем Доказать Что Вот Хотя бы Косвенно Какими-то Параметами Что рай Это Есть рай А ад Есть ад Но Существование Их Уже Сейчас Как-то Четко Вырисовывается По отдельным Элементам Показательным Вот Наука Вошла В ту Фазу Когда Она Подтверждает Прямо Или Косвенно Ряд Положений Религии Академик Наталья Бехтерева Может быть Об этом Моменте Перехода В иной Мир Просмотре Информации О земной Жизни Каждого И говорил Апостол Павел Человеком Положено Однажды Умереть А потом Суд Православие Называет Это частным Судом После Смерти После Успения Человек Действительно Проходит Такой Суд Частный И До Всеобщего Воскресения До Второго Пришествия Христа Пребывает Или В тех Обителях Которые Находятся Внизу Или В тех Обителях Которые Наверху Священные Писания Говорят О том Что Любое Состояние Человека И в этой Жизни И в загробной И за исключением Райской Является Временным Оно Будет Продолжаться До события Которое Мусульмане Называют Судным Днем Католики Последним А православные Страшным Судом Суд 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 Состоит В том Что Свет Пришел В мир Но Люди Более Возлюбили Тьму Неже Свет Потому Что Дела Их Были Злы Иоанн Богослов В отличие От частного Суда Который Проходит Каждый Человек После Смерти Страшный Суд Ожидает Все Человечество Перед Ним Произойдет Глобальная Катастрофа Когда Согласно Библии Земля Сгорит А небо Свернется Как Свиток И Живые Будут Завидовать Мертвым Конец Света Описан В Откровении Иоанна Богослова Или Апокалипсисе Пророк Утверждает Что В конце Времен Нас Ожидает Второе Пришествие Христа Который Будет Судить Всех Живущих На земле И Перешедших В иной Мир Праведники Обретут Вечное Блаженство А грешники Отправятся В ад Иисус Говорит В Евангелии Что Время Пришествия Никто Не знает Кроме Самого Небесного Мы Не знаем Поэтому Безусловно Христианство Призывает Бодрствовать Нас Постоянно Мы Все время Должны Думать О том Что Это Может Наступить Вот Сейчас Что же Касается Перехода В иной Мир То Проникновение В ад Может Произойти Сразу Как Это Было С Пациентом Известного Американского Врача Кардиолога Морриса Роулинза Он Делал Реанимацию Пациента Находящегося В состоянии Клинической Смерти Как Только К умирающему На несколько Мгновений Возвращалось Сознание Он В ужасе Кричал Я в аду Я в аду Не переставайте Я в аду Через Несколько Дней Он признался Врачу Если бы Я только Знал об этом Раньше То Сделало бы Все Чтобы Не оказаться Там Снова Можно Лишь Поражаться Как люди Мало Думают Об Аде И Мало Мучаются О нем В этом Более Всего Сказывается Человеческое Легкомыслие Философ Николай Бердяев Есть у нас Две заповеди Первая Возлюби Господа Своего Всем сердце Всей душой Всей крепости Своя Вторая Возлюби Ближнего Своего Как Самого Себя И будешь Иметь Жизнечную Не важно Что такое Ад Порождение Нашего Сознания Или Реальное Пространство Потустороннего Мира Главное Что Он Есть Мы Можем Воспринимать Это Как Религиозную Догму Или Глубокий Философский Образ Мы Можем По-своему Осмысливать Древние Учения И Выводы Современных Исследователей Но Великий Переход Как Называют Мудрецы Смерть Единственное Чего Не в Состоянии Избегнуть Ни Один Из Нас Горя Живущим На земле И на море Не раскаялись Они Ни в убийствах Своих Ни в чародействах Своих Ни в блудеянии Своем Ни в воровстве Своем И поднял Ангел Руку Свою К небу И клялся Что Времени Больше Не будет Апокалипсис Апокалипсис